Не перестану удивляться выездным регистрациям в России, это же чистой воды театр, где актёры так себе в действительности брак был зарегистрирован до этого всего представления в ЗАГСе. Ну, я не совсем согласна всё-таки с комментатором в данном случае, потому что, ну, слушайте, здесь сложно это назвать ЗАГСом, сложно это назвать театром. Почему театр? Ну почему? Ну как можно сравнить регистрацию в ЗАГСе? Вот те люди, которые были в ЗАГСе когда-нибудь на церемонии, я просто была в ЗАГСе много раз в своей жизни. Чаще всего это трёхминутная речь, достаточно скудная, достаточно неэмоциональная, когда регистратор просто говорит согласно, согласно, обменялись, разошлись, всё. Как можно это сравнить с речью, когда рассказывается про вашу жизнь, когда рассказывается про историю ваших отношений, про то, как он впервые тебя увидел, как ты увидела его, что он подумал, а когда он сделал тебе первый подарок, когда ты, пожертвовав там чем-то, полетела к нему на край земли. Ну как это можно сравнить? Ну, ребят, ну слушайте, ну это невозможно сравнивать. Я видела истории, когда ребята там 30 лет вместе, понимаете, и мы делали им церемонию, естественно, они уже 30 лет в браке, ну какой театр, о чём вы говорите? Это совершенно другая церемония. То есть люди прожили эти 30 лет в браке, и когда начинают какие-то, знаете, вот есть такие якоря, когда регистратор начинает доставать, как за крючки дёргать за эти якоря, и начинают вспоминать какие-то истории, такие важные истории из жизни этих людей, ну какой это театр? Люди плачут, реально, люди плачут от счастья, люди обнимают, люди целуют, люди вспоминают потом это несколько лет, как это происходило, вообще какие слова. Да далеко ходить не надо. У нас была церемония буквально недавно, ребята очень давно вместе. У ребят уже второй, ну там, у жениха уже второй брак, у него уже была церемония, он же через всё это прошёл. То есть он, в общем-то, много чего видел, я скажу больше. У него раньше было своё свадебное агентство, понимаете? То есть он видел много, что в своей жизни. И когда мы делали церемонию постановочную, да, церемонию, церемонию не ЗАГСа, а выездная регистрация в России, да, в нашей прекрасной стране, в России, мы делали выездную церемонию, значит, не в ЗАГСе. И когда он, значит, она ему говорила о том, что я готова вставать пораньше, чтобы приготовить твои любимые яички с мятку, и которую нужно варить ровно 3 минуты и 23 секунды, он заплакал в этот момент. Какой театр? О чём вы говорите? Человека это настолько трогает, что она запомнила, что это варится ровно 3 минуты и 23 секунды. Какой театр? Ну это абсолютно не... Ну несправедливый, на самом деле, абсолютно комментарий, абсолютно несправедливый. Видимо, вы просто не были на таких церемониях, где действительно это трогает просто до глубины души, где люди смеются и плачут единовременно, вспоминают много лет потом эту церемонию. Мне жаль, если вы не были на таких церемониях, мне искренне жаль, что вы не видели этого своими глазами. Искренне жаль. Вот. Ну, в нашей прекрасной стране, в нашей прекрасной России проводятся прекрасные церемонии. Безусловно, не везде. Безусловно, есть плохие регистраторы, плохие специалисты, плохие фотографы, плохие ведущие, плохие декораторы. Всё это есть, но обобщать и всё это называть театром, это несправедливо, это неверно, и вы не правы, абсолютно, абсолютно не правы. Ева Ирина.